А я в шоке. А как ты меня нашла здесь? Я тебе не говорила, что буду в парке. Смучайно проходила. Думала, малышка посидеть. Что, уже за мной следишь реально? Конечно, слежу. А как так интересно? А как это у тебя получается? Два дня назад я пришла сюда в костюме бабочки, чтобы не скрываться в парке природы. Ты знаешь? Ты видела тебя, что ты сидишь, королюш. Я пашу, я пашу на студии, записываю новые треки, снимаю новые, готовлюсь к съемкам нового клипа. Вот вышел отдохнуть буквально на природу, подышать воздухом. И тут ты меня сразу же так. Еще и женщины другие, да ты. Ты могла подумать, что я тебе могу изменять? Ты что? Конечно, конечно. Дорогая. Ну, я смогу. А, и ты пришел в парке, но не взял муж в собаке. Хотя, собака это очень любый способ, когда собака не с девочками. Так что, это все. А, ну хорошо. Молодец. Мы не гуляем, потому что я, знаешь, им при плоте, да? Да. А, я постелила им полёночку. И все решили. Спокойно, пофиграю. Ну, конечно же, ну, послушай, как ты могла подумать вообще, что я могу там тебе как-то, не знаю, с другими женщинами? Ты же реально, ну, как бы, ты же, ну, ты же самая талантливая, самая красивая. Да. Ну, как, 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 как тебя можно не любить как-то? Я знаю, я идеальная женщина. Ты идеальная. Ты просто идеальная. Переношу тебя на реванч, на работу. Я знаю, что ты ревнуешь к тем девушкам, которые снимают своё вот это... У меня в клипах и хочешь сама сниматься только в главной роли, да? Конечно. Только я. Я понял уже, что у нас... Меня можно парики одевать. Слушай, солнце, вот я знаю, ты всё время ездишь в караоке с подругами, но мне ни разу не пела. Ты вообще поёшь? Ты же поёшь, ты же любишь петь. Конечно. Для тебя всё. То есть, я так понимаю, ты просто нацелилась на дуэт, как Барских и Лобода, да? Такой, Потап и Настя. Да? Лише. Какое испанское. Спасибо.